Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами вступили в третью неделю Великого Поста, который именуется неделю крестопоклонной. Вчера за вечерним богослужением мы вносили крест для поклонения на стартину храма и произносили слова «Кресту Твоему поклоняемся Владыку и Святой Воскресенье Твоей славе». Эти слова имеют большое значение для каждого из нас, ибо, живя своей жизнью, мы должны пополняться Христу, чтить крест и молиться о своем покаянии. Каждый из нас, стоя перед распятием, может вспомнить о своей жизни, но, прежде всего, нужно вспомнить те времена, когда Сын Божий пошел на страшные мучения ради нашего спасения. Нам даже трудно представить, когда Христос взял крест на себя, и нельзя терпять понощение, обливание. Мы знаем, что с вами источнено Писание. Какой был трудный крест, Сын Божий падал, его поднимали, он успотыкался, и его распали на Голгофе. Это были страшные мучения. На голове терновый венец, шипы которого пронзились в голову, и изливалась кровь. И все это дело растрадит наше спасение. Вися на кресте, Христос молился о своих врагах. Господи, разуми их, настав на путь, ибо они не ведут, что они творят. Господь молился с любовью о прощении этих римских воинов. И вот, братья и сестры, эти слова, наверное, относятся к каждому из нас, ибо, живя сейчас в современном мире, мы сами порой не ведем, что мы творим. Мы совершаем страшные грехи, независимо, что сейчас идет пост. Мы живем в страшном плоде, в разврате. Мы живем в ненависти, мы ненавидим друг друга, родителей, детей. И с этим грехом мы живем, и порой считаем это, что это не за грех. Мы с вами можем вспомнить наше бывшее советское время, где многие из вас проживали в это время, когда церковь претерпевала страшные мучения. Мы знаем с вами, после 17-го года, когда много было мучеников, восповедников за Русь Святую. Миллионы, не один миллион погибло людей только за то, что люди проповедовали Христа и жили ради Христа, и чтили Крест Христов. Мы с вами знаем, что даже простые миряне, и те, которые проповедовали за Христа, и те были мучены. Мы знаем с вами много петок, лагерей, где люди прорывали страшные мучения. Это был Будовский полигон под Москвой, это были Соловки, и так далее, и так далее. И люди шли за Христа, и Господь давал большую благодать. И люди жили в этой благодати, и они шли за Христа. И Господь представлял Свою Церковь Своими мучениками и исповедниками. Сегодня, братья и сестры, живя с вами в это нелегкое время, но время благодатное, где много открывается храмов, монастырей, имея им возможность спасти любой храм, любой монастырь, мы должны думать о своей жизни, мы должны думать о своих грехах, потому что грех, он нам порой не дает просветление. Грех убывает наши добрые дела, грех нас идет, мучение ведет. Мы, многие из вас, зачастую не имеемся вести даже в храм, мы даже не знаем, куда пойти, кому поставить свечку, и как себя вести в храме с благовением, разговариваем, шумим. И на даже наш непростой вид, в который мы приходим в храм, он соблазняет наших людей, которые рядом с нами молятся. Особенно это можно видеть в женском поле, который под порог приходит в храм, который не представляет себе, что наш опряженный вид, он должен быть чистым, аккуратным. Многие люди приходят в храм, не понимая того, что это святыня, в храме присутствует сам Господь, в храме присутствует Ангелия, Божия Матерь, в храме совершается литургия, жертва, проносимая Христом. И мы должны всегда понимать, что храм — это дом Божий, и мы должны молиться с благовением, со смирением, ощущать ту благодать, которая совершается в этом святом храме. Можно видеть каждый раз за богослужением, когда заканчивается литургия, когда причащаются священники в это время, когда чтят молитвы по причащению, и в храме начинается шум, базар. То есть люди многие не понимают того, что мешают другим, мы начинаем ходить по храму, разговаривать, что-то читать, встречаем близких, родных, начинаем общаться, и все. На этом наша молитва заканчивается, но служба совершается дальше. У нас многих звонят телефоны, это наши страшные пристрастики, и мы не можем расстаться ни на минуту. Мы выбегаем с храма, мы разговариваем, мешаем опять же другим, и вот так, братья и сестры, совершается наша молитва. Многие из нас пройдет в храм, есть традиции среди прихожан, которые испытывают столько раз в году, когда говорят, что невозможно жить эту жизнь, это множество грехов, где мы совершаем ежедневно, ежеминутно. Нет, батюшка, мы пролепли раз в году. Это хорошо, с одной стороны, но с другой, разве можно вспомнить на искусе эту жизнь, которую мы прожили в течение всего года, когда спрашиваю о грехах, слышно три греха, делом, словом, помышлением, больше мы ничего не знаем. Ну, батюшка не убила никого, а остальное все мелочь. Вот это, братья и сестры, мелочь, она нас обывает только душевно. Мы должны отнестись с пониманием. Великий пост, это пост великого покаяния, Великий пост нас научает смирению, терпению, любви к ближним, которой у нас нет почти никого. И так грехов достаточно. Великий пост нас учит, как мы должны вести себя с ближними, потому что наши грехи, это наша погибель. Мы сегодня живем в прекрасное время, как я уже сказал, где многие живут в хороших, комфортных, хороших квартирах, домах, а счастья и мира нету, потому что грех, грех на соку у нас усиливается, потому что мы многие думаем больше о земном, нежели о небесном, потому что молитва, она имеет силу покаяния, молитва, она имеет силу любви. Их же наши бывшие мученики, они жили настолько в молитве, покаянии, что Господь даровал ту благодать, что они радовались, поднающие на княже мучения, они явились примером для нас с вами, для нашего общества. Поэтому, братья и сестры, смотря сегодня на наш крест, давайте его динку сильно молиться, усильно проводить эти оставшиеся дни нашего великого поста с покаянием, потому что пройдет Пасха, вы знаете, 1 мая, там летом, наши годы закончатся, у нас будут разные проблемы, разные огородные дела, отпуска, и мы забудем, что мы каялись, мы забудем о молитве, и так наша жизнь идет с года в год, и только великий пост, он может нас на время удержать, заставить задуматься о нашей реховной жизни. Поэтому, братья и сестры, будем просить Господа нашего Иисуса Христа о нашем покаянии, о нашем разумлении, чтобы за эти еще оставшиеся дни мы достойно подготовили свою жизнь и встретили светлого Христова в воскресении с радостью, с любовью. Аминь. С праздником, дорогие братья и сестры!